Добрый вечер! Вы смотрите итоговую информационную программу на телеканале «Беларусь-4 Брест» «Главное за неделю». О самых главных событиях в Брестской области за последние 7 дней расскажу вам я, Вероника Яковец. Итак, сегодня в выпуске. Укрепление экономических и культурных связей делегация Брестской области с ответным визитом посетила Ульяновскую область России. Пока власти Польши строят забору границы, представители польской общественности приезжают в нашу страну с благородной миссией. Вспоминаем жертв фашизма. 81 год назад в Бресте началась большая трагедия. Уничтожение еврейского гетто. Разговор с сенаторами о важном. В Брестской области прошли прямые телефонные линии членов Совета Республики по вопросам семьи и брака. От 2-го учебного отряда до воинской части. Своё 30-летие отметили защитники южных рубежей страны. Пинский погранотряд. 14 октября в стране отметили День Матери. Самых дорогих и любимых чествовали на Брещене. Посланники мира, добра, дружбы и единства. В Кобринском районе прошел первый областной слёт Школ Мира. Работники исполнительной и распорядительной власти за здоровый и активный образ жизни. Итоги областной спартакиады «Вертикаль». А теперь об этом и другом более подробно. И начнем с темы международного сотрудничества. Делегация Брестской области с ответным визитом посетила Ульяновск. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита главы Ульяновской области Алексея Русских в Брест. Машиностроительный регион России предлагает укрепить торговые и культурные связи. Рассматривает Брестскую область как потенциального партнера. Подробности визита делегации далее в сюжете. Брестскую область в ходе многодневного визита в Ульяновск представила делегация под руководством заместителя председателя Брестского обл. полкома Дмитрия Городецкого. Также в её составе представители машиностроительной отрасли и промышленных предприятий первого региона. Цель – знакомство с возможностями сотрудничества. Хочу передать искренние слова благодарности губернатора Брестской области Виталий Шулейко за возможность и за приглашение поучаствовать в этой закупочной сессии предприятий нашим организациям, а также делегации в Брестской области. Я думаю, что в процессе сегодня коммуникации, общения, контактов, уверен просто, что найдутся взаимные интересы, найдутся точки соприкосновения. И я думаю, что завяжутся партнерские отношения. В ходе визита делегаты презентовали продукцию белорусских предприятий и осмотрели возможности производителей Ульяновской области – крупного промышленного кластера России в области авиастроения и машиностроения, в том числе специальных автомобилей. Это различные автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы и прочие спецверсии машин. С сегодняшнего визита мы ожидаем каких-то новых полезных контактов на будущее. Так как сейчас с нашими коллегами мы наращиваем товарообороты, то, соответственно, мы надеемся, что мы будем полезны для них, представив свою продукцию, а они смогут быть полезными нам, представив какие-то различные комплектующие, которые пригодятся нам для производства машин. Хорошо знакомые автомобили под маркой УАЗ, а также узлы и компоненты – основа торгового предложения о партнерстве. Представители Брестской области ознакомились с модельным рядом и возможностями производства, наметив перспективы взаимной торговли. Впечатление достаточно хорошее. Конечно, мы все вопросы, которые с нашими друзьями, коллегами обсуждаем, и в том числе в части посещения данного предприятия, мы рассматриваем через призму возможного взаимодействия и взаимной кооперации. Поэтому достаточно хорошее впечатление о том модельном ряде транспортных средств, которые здесь дорабатываются на базе Судерса, на базе УАЗа. Также в программе визита в Ульяновскую область посещение площадки локализованного производства предприятия «Полесье», Дмитровоградского пружинного завода и завода «Халтек», производящего инструмент, в том числе промышленного класса. Все объекты посещения – потенциальные торговые партнеры Брестской области, готовые совместно реализовывать программы импортозамещения. Это очень важно для производителей автокомпонентов, а такие производители есть в том числе и в Брестской области, в Республике Беларусь. Шесть крупных предприятий приехало. Это и производители электрических жгутов, и ламп для автомобилей, и аккумуляторные батареи. Я уверен, что в такой работе, где присутствуют крупнейшие заказчики, такие как «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «ГАЗ», «Ульяновский автомобильный завод», «СИМАЗ», а также «Россельмаш» и «РЖД» однозначно найдутся новые заказы. Бизнес-кооперация интересна и на уровне отдельных предприятий, таких как Брест-МАШ, и даже между свободными экономическими зонами двух регионов. Делегациями составлено предварительное соглашение о сотрудничестве. Мы очень благодарны за приглашение. И по отзывам наших представителей, наших предприятий, которые приехали, есть уже, скажем так, позитивное движение навстречу друг другу и автопроизводителей, и наших предприятий. Как уже сказал Алексей Юрьевич, есть интерес у нашей свободно-экономической зоны Брест, с портовой особо-экономической зоной. Также, помимо экономики, Брестская и Ульяновская области намерены развивать сотрудничество в сфере туризма, патриотического воспитания и культурного обмена. Как подчеркнул Дмитрий Городецкий, эти направления не менее важны, чем промышленная кооперация. Поездка сложилась очень продуктивно, плодотворно, за что мы очень благодарны нашим коллегам ульяновским. Поэтому мы посетили много объектов, мы посмотрели возможности предприятий. У нас есть уже, как отмечал, наметки по взаимному сотрудничеству. Не буду пока их детализировать, но, тем не менее, надеемся, что в ближайшие месяцы мы уже, скажем так, начнем конкретные шаги по реализации совместных договоренностей. В общем, можно говорить о старте перспективного сотрудничества двух областей. Договоренности в сфере бизнес-интересов и промышленного развития будут реализовываться с учетом интересов регионов и стран. А вот другие наши соседи, к сожалению, игнорируют принципы добрососедства. Уже несколько лет создают поводы усомниться в правильности принимаемых решений. Для Беларуси показателем недружественности режима западной страны-соседки стало строительство забора в Беловежской пуще. Дорогостоящий объект не только разделил наши страны и народы искусственным барьером, но и наносит колоссальный ущерб природе. Но, как оказалось, правящая партия на этом не останавливается. Подробнее о действиях режима Дуды Моровецкого в следующем материале. Решив отгородиться от Беларуси забором, власти Польши проигнорировали мнение людей, ученых, угрозу биосферному разнообразию и благополучию животных Беловежской пущи. Миграционных коридоров и миграционных сооружений для миграции диких животных, в первую очередь, это крупные копытные животные, такие как зубр, олень, лось, и хищные животные, наиболее уязвимые виды, такие как рысь и волк, то есть не предусмотрено. В угоду своих политических амбиций польская власть поставила под удар жизнь редких животных. Достойно ли такое решение европейцев, гуманистов и демократов, к коим относит себя правительство страны-соседки? Сейчас мы можем наблюдать, что возведение стены, скажем, оно не решает проблемы. Мы видим ситуацию с Израилем, когда тоже казалось, что поставим стену и все, там вы, здесь мы. Мы видим, каким трагическим событием привела эта сегрегация на уровне государства Израиля и палестинских районов, того же сектора газа. В нашей ситуации, дай бог, чтобы таких эксцессов не было, но все равно, скажем, стена – это не решение проблемы. Тем более, что сейчас она возводится между теми странами, где не было столетиями даже границы государственной. Два года сторона Польши возводила забор, затратив на него более полутора миллиардов злотых. Они не слышали возражений экологов как с белорусской, так и с польской стороны. Даже ЮНЕСКО соглашается с высокой степенью вреда, который наносится природе подобным сооружением. А ситуация может усугубиться. Поступает информация, что планируется строительство оградительного сооружения, дальнейшее строительство, и в том числе по участку границы, которая проходит по реке Бух. Если вдоль нее тоже будет проложено вот это оградительное сооружение, соответственно, аналогичные угрозы сохранению биологического разнообразия будут и для этой территории. Разве могли быть у польской власти мысли о рысях и волках, когда волчья схватка шла за места всеми? В Польше опасаются реакции ЮНЕСКО и общественных протестов. А потому вместе с выборами в парламент организовали и референдум о дальнейшей судьбе пограничной стены. Между тем, партия власти активно пугает польских граждан угрозой с Востока, нагнетая страх и ксенофобию, наращивая военные расходы. Очень удобно играть на повестке по принципу безопасность для поляков в Польше. Мы должны четко понимать те процессы, которые происходят на современном этапе. Мы видим, что идет процесс милитаризации этого государства, очень серьезный. При этом нарастает давление внутри страны, ограничивается деятельность СМИ, учащаются попытки жесткого влияния на оппозицию и активистов. Мнение, не совпадающее с позицией власти, не имеет права быть. Это и есть демократия. Затратили гигантские деньги, а нормальный забор не построили. Мне не хотелось бы, чтобы наши выступления исказили, потому что здесь телевидение, которое любит манипулировать словами оппозиционных политиков. Эти кадры с митингов против правящей партии наглядно демонстрируют недовольство общества польской молодежи с ситуацией в стране. И это недовольство фактически раскололо Польшу, а поддержка правящей партии сильна лишь на востоке и юго-востоке страны. Идея очередной реинкарнации Речи Посполитой никуда с польской политической повестки не уходила. И, естественно, отыгрывать вот этот механизм тоже очень и очень удобно. Нужно сказать, что вот эта имперскость, которая характеризует современный менталитет польского государства, и диктует в том числе политическую повестку. И, конечно же, превратить Беларусь в очередные кресты всходные на этой повестке тоже присутствует. Беларусь, вопреки этому, придерживается принципов добрососедства. Наши границы открыты. Въезд иностранных граждан в нашу страну не ограничивается. Более того, упрощен. И мы не бряцаем оружием, а, напротив, взываем к голосу разума. Но слышат ли нас? Мы видим, что политика Польши идет не в плане добрососедства, даже по отношению к партнерам по Европейскому союзу. Претензии к Германии, те реформы, которые они проходили в рамках судебной реформы, те моменты, которые связаны с регулированием и цезурированием прессы, исчезновением определенных польских корреспондентов, журналистов. Все это, в том числе, абсолютно не соотносится с теми принципами, которые декларирует Европейский союз. А чего стоит только один миграционный вопрос. Могут ли результаты выборов изменить отношения между Польшей и Беларусью? Политолог уверен, что пока политическим силам будет удобно использовать эту тему в своих интересах, позиция Польши не поменяется. Изменить что-то смогут лишь сами граждане страны, указав властям на несогласие с такой враждебной риторикой в отношении соседей. Пока власти Польши строят забор у границы Беларуси и стягивают к ней войска, представители польской общественности приезжают в нашу страну с благородной миссией почтить память погибших от рук фашизма. Польская делегация на этой неделе посетила ряд памятных мест в Беларуси. Побывали гости из Польши и на Брещене. В поселке Ленина Горецкого района Могилевской области делегация польских гражданских активистов возложила цветы к братской могиле советских и польских солдат, сражавшихся за свободу Европы от фашистского ига. Гости из Польши отметили, что очень вдохновлены примером патриотического воспитания молодежи и сохранения исторического наследия в нашей стране. Вы, похоже, как русские, помните про историю. Вы не забываете, ну как в Польше, в Польше только одна политическая история. А здесь я просто вижу, как вы помните. Граждане Польши посетили и Брестскую область. В Березе они ознакомились с экспозицией, рассказывающей о концентрационном лагере «Береза-Картусская», что действовал с 1934 по 1939 год при польской власти. И пока власти Польши разрушают памятники и забывают историю в угоду политике, Беларусь открыта и предана своим идеалам – сохранение правды о прошлом народа. Я лично должен сказать сердечное спасибо людям и властям Беларуси за такое уважение к истории, в том числе к истории польской, общей для наших народов, со всеми сложностями, которые были. Какая реальность. Тогда мы здесь видим, что гостоприимность, мы встречали, понятно, сохранение памяти и местных, и наших предков. И это нас хватает за сердце, понятно. И мы видим, что это нормальный, хороший выход к тому, чтобы мы сотрудничествовали взаимно, ну и делали мир. Наша страна сохраняет историческое наследие, добивается справедливой оценки преступлений фашизма, расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И тем самым подает пример соседям. А экспозиция в лагере «Береза-Картусская» наглядно демонстрирует, до чего доходит режим в борьбе с народом. Как группа польских патриотов, мы уверены, что не только взрослые должны знать об этом, но и молодежь должна знать, что случилось в лагере «Березы-Картусской», какие преступления совершались. Это правда, залог добрых отношений между нашими народами. На лекциях истории робится все, чтобы о чем-то таком, как, например, обуз в Березе-Картусской. Как подчеркивают гости из Польши, власти их страны хотят забыть неудобные для себя моменты из прошлого. Это касается и памяти о совместной польско-советской истории и преступлениях режима на территории Беларуси до 1939 года. Сегодня Брест вспоминал жертв еврейского гетто. С начала Великой Отечественной войны оно находилось в самом центре города. Сюда сгоняли брестских евреев и из близлежащих населенных пунктов. Ровно 81 год назад, в октябре 1942 года, началась массовая волна уничтожения еврейского населения. Сегодня у мемориального знака жертвам нацизма состоялся памятный митинг. Судьба Брестского гетто – одна из самых печальных страниц истории Великой Отечественной войны. В 1942 году, 15 октября, была уничтожена основная часть еврейского населения города. Выжить удалось лишь единицам. Недалеко от места первого расстрела узников гетто на территории города над Бугом в 1992 году установлен памятник убитым евреям с высеченным на камне количеством жертв. Страшная цифра – 34 тысячи людских душ. Это память. Это память, которая должна быть, быть и быть. Память об этом событии настолько актуальна и важна для всех нас. И вы знаете, что я заметила, что каждый год приходит все больше и больше людей. В этот день, видимо, какая-то консолидация внутренняя идет. Вспоминая в этот день уничтожение Брестского гетто, мы отдаем дань памяти всем народам, жертвам фашизма. С главной мыслью – больше не допустить подобное. Мы в этот день чтим всех, кто погиб в этой кровопролитной войне и не должны никогда забывать о том, что мир всегда может снова прийти к таким многомиллионным жертвам. Мы должны помнить и всегда вспоминать, чтобы вновь эта трагедия никогда не повторилась. Ежегодно неравнодушные жители города, потомки погибших, представители органов власти и молодежных организаций проводят мероприятия по восстановлению и сохранению памяти. В этом году памятник убитым евреям Бреста оцифрован. Открылась памятная табличка в рамках проекта «Цифровая звезда». Были возложены цветы к памятнику. Сохранение исторической памяти важно для сохранения культуры и наследия общества. Анастасия Левкович, Василий Полховский, телерадиокомпания «Абрест». К другим событиям уходящей недели. Новый республиканский проект партии «Белая Русь» стартовал в Бресте. Партийная школа – это образовательная площадка для членов политического объединения. Первые занятия прошли на базе Брестского университета имени Пушкина. Перед стартом проекта партийные билеты «Белой Руси» были вручены руководству Бреста. В знаковых мероприятиях принял участие председатель партии Олег Романов. Подробности далее. Количество желающих вступить в политическую партию «Белая Русь» растет в геометрической прогрессии. На данный момент по стране уже подано свыше 25 тысяч заявок. Впереди активная работа о проведении съезда партии и участие в электоральной кампании. В партию «Белая Русь» может вступить любой гражданин Республики Беларусь, достигший 18 лет. Но совершенно очевидно, что важен не только и не столько возраст, важно согласие с идейными принципами нашей партии, с ее уставом и программой. И если человек хочет служить Республике Беларусь, хочет служить ее процветанию, стремится к преодолению тех вызовов и угроз, которые брошены в нашей стране, тогда ему место в нашей партии. В числе новых членов партии и руководства Бреста в торжественной обстановке партийные билеты получили глава города Сергей Лободинский и другие представители органов местной власти. Нам схожи те подходы и принципы, которые сегодня ставит само государство. В чем оно заключается? Конечно, в любви к родному городу, к отношению к тому, что мы делаем. Это не просто слова, а, наверное, те реальные вещи, которые мы притворяем в жизнь. Это от строительства дорог до строительства детских садов, школ, больниц. Надо сплочаться именно таким, скажем, партийным движением. В этот же день в Бресте стартовал образовательный проект «Партийная школа». Это своеобразный политический ликбез для членов партии «Белая Русь». Первые занятия проекта проходят на базе Брестского университета имени Пушкина. Мы рассчитываем, что он даст, кроме такого прямого эффекта, что называется, он даст еще массу опосредованных эффектов, информация разойдется, и мы рассчитываем, что он найдет отклик у широких слоев населения, в том числе и у наших студентов. Пятидневная программа курса включает в себя пять тематических блоков, направленных на формирование и повышение уровня компетенций в области политической культуры, взаимодействия с обществом и государством. Преподаватели школы – кандидаты политических и исторических наук. Тематика моих обучающих курсов будет связана, в первую очередь, с политической реальностью, с теорией политики и, безусловно, с идеологией белорусского государства. Эта партия нужна в развитии, и, безусловно, она должна наполнить качественные составляющие, с точки зрения кадров, именно политическую архитектуру Республики Беларусь. Такие партийные школы в будущем планируют открыть во всех регионах страны. Людмила Логодич, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи провели на этой неделе члены Совета Республики. В Брестской области состоялось пять таких диалогов с сенаторами. Свидетелями телефонного разговора с жителями Брестской области, члена постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Юрия Наркевича стали наши корреспонденты. Первый звонок на прямую телефонную линию к сенатору поступил буквально в первые минуты. Семейную пару из Минска оба инвалиды интересовал вопрос, мало относящийся к семейной политике. Но, как говорит Юрий Наркевич, несмотря на заявленную тематику разговора, чаще всего люди звонят с различными вопросами, затрагивающими все стороны жизни. Так и супругов из столицы, купивших дом в деревне Крупа Пружанского района, волновал вопрос транспортного обслуживания. Точнее, изменение времени отправления автобуса до указанного населенного пункта. У нас ситуация такая, что здесь логистика нарушена. И здесь, получается, надо связать два района. И Вастыричский район, и Ружанский район. Для прояснения ситуации сенатор связался с председателем Пружанского районного совета депутатов Николаем Кудровцом. Как оказалось, с указанной проблемой представитель власти хорошо знаком, и решить ее пытались неоднократно. Он говорит, я хочу так, и автобус, если никто не ездит, пусть возит меня одного. Это его заявление. Мы также сделали опрос жителей всех населенных пунктов, в которые заходит этот автобус. Все люди против, потому что там тоже связано с другими еще моментами. Жителя Драгичиной интересовал вопрос индустриализации и развития семьи на селе с возможностью ведения своего хозяйства. А вот Брещанину было важно мнение спикера по вопросу о половой свободе и о возможных изменениях в законодательстве, относящихся к семейной политике. Любое мнение и предложение граждан, подчеркнул Юрий Наркевич, особенно в вопросах, затрагивающих семью и брак, всегда полезны при законотворчестве. Идет время, все меняется, и, конечно, еще нуждается в совершенствовании. Поэтому перед тем, как какой-то принять закон, хотелось бы услышать мнение наших граждан, наших людей. А что необходимо поменять? Что необходимо сделать? Потому что семья – это не просто банальные слова, что это ячейка общества. Действительно, семья держится наше общество. За два часа прямой телефонной линии с вопросами разного характера сенатору Юрию Наркевичу позвонили представители практически из всех уголков Брестской области. Каждые вопросы предложения взяты на карандаш и не останутся без ответа. Наталья Луговкина, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Десяткам тысяч семей со всей Беларуси, в которых растут дети с психоневрологическими заболеваниями, хорошо знаком Брестский областной центр медицинской реабилитации «Тонус». Учреждение славится в стране профессиональными специалистами, новыми разработками и современным оборудованием. Последнее на днях пополнилось новинками. Благодаря неравнодушию члена Совета Республики Дмитрия Баскова. С подробностями наш корреспондент Наталья Луговкина. Понятие «социальная ответственность» каждый понимает по-своему. У Дмитрия Баскова оно нацелено на посильную помощь тем учреждениям, в которых ведется значительная работа, направленная на здоровье нации. Новое интерактивное оборудование, а именно сенсорный пол и песочница, стали личным вкладом члена Совета Республики в дополнительное укомплектование Брестского областного центра медицинской реабилитации «Тонус». Каждый должен проявлять свою социальную ответственность, вносить свой вклад в развитие общества и государства в целом. Поэтому для меня большая честь сегодня тоже иметь возможность внести свой посильный вклад в развитие общества. Тем более это касается особой категории граждан, деда, которые нуждаются в особом уходе и подходе. Новое оборудование, появившееся в «Тонусе», даст возможность маленьким пациентам интегрироваться. Через игру в интерактивной песочнице малыши будут развивать моторику рук и интеллект. Способствует такая игра и стимулированию речи. Занятия на интерактивном полу увеличат общую активность ребенка и улучшат его координацию. К слову, подаренное оборудование для медицинских учреждений Брестской области – новинка. Это для нас оборудование новое. Более того, вам скажу, если интерактивный пол у нас и в области я уже видел, то интерактивную песочницу пока я еще у нас не видел. То есть для нас новое оборудование. Мы посмотрели в Москве в командировке это оборудование. И идея сразу же практически реализовалась благодаря Дмитрию Юрьевичу Баскову. Медики подчеркивают, за 30-летнюю историю центра «Тонус» в медучреждении созданы не только мощная медицинская база и прекрасные условия для пребывания родителей и детей, но и наработан колоссальный опыт, позволяющий достигать значительных результатов в реабилитации, которую ежегодно здесь проходят более полутора тысяч детей. Причем 30% из них приезжают сюда из других областей республики. Мне здесь очень нравится комплекс, весь комплекс реабилитации. Мне здесь все устраивает. Проживание мне здесь нравится. Нравятся специалисты, все такие доброжелательные, хорошие. Поэтому ездим так далеко сюда. Не зря говорят, большое дело не обходится без добрых людей. Новое интерактивное оборудование, подаренное центру «Тонус» Дмитрием Басковым, еще одна возможность помочь многим малышам стать более самостоятельными. Наталья Луговкина, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест». Защитники южных рубежей страны. Пинский пограничный отряд отмечает 30-летие. За это время подразделение прошло путь от 2-го учебного отряда до воинской части. По случаю 30-летнего юбилея в Пинском городском доме культуры прошло торжественное мероприятие с участием главы Брестской области Юрия Шулейко и заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игоря Буткевича. Репортаж с торжества продолжит выпуск. Служба в режиме повышенной боевой готовности наращивания возможностей маневренных групп и постоянное совершенствование инфраструктуры границы. Все эти задачи сегодня стоят перед ее главными стражами. Вот уже 30 лет на защите наших южных рубежей Пинский пограничный отряд. О том, в какие смутные времена приходилось его формировать, хорошо помнит первый командир. 93-й год. Смута в России. Танки обстреливает парламент Российской Федерации. В Республике Беларусь инфляции 1290%. Сегодня, кстати, 7-8%. Развал хозяйственных связей, нищета и гола. Вот в этих условиях, нелегкие условия, пришлось формировать Пинский пограничный отряд. За эти годы отряд вырос и занял ведущее место по защите наших границ. Благодаря бдительной службе, идейной убежденности личного состава соединения на участке ответственности развернуты новые подразделения. Создана пограничная инфраструктура и достойные бытовые условия. При этом сохраняются и поддерживаются пограничные традиции. Приходят на службу и остаются люди. Шел на дембель, попробовал другие специальности. На заводе работал, на стройке. В итоге нашел свое место в Пинском пограничном отряде. Поддерживаю во всем своего мужа, потому что я считаю, что должен быть крепкий тыл у мужчины. Крепкий тыл и достойную смену формируют сегодня и самые молодые ребята. Идейные и целеустремленные. У меня прадед воевал, и это как дань памяти, скажем так. Я хочу доказать, что девушки тоже могут служить, приносить пользу Родине. Учащиеся военнослужащие, нынешние и те, кто в запасе, почетные гости, среди которых депутаты главы районов, представители духовенства и государственного пограничного комитета. Всех собрал юбилей Пинского погранотряда. Горжусь, что в этой истории небольшую свою лепту внес и сам. С 1997 по 1999 год руководил Пинским пограничным отрядом. И я помню, как на протяжении всего участка государственной границы в зоне ответственности Пинского пограничного отряда не было ни одного подразделения, непосредственно охраняющего государственную границу. Сегодня 12 пограничных застав охраняют государственную границу. А еще 4 отделения погранконтроля. При этом протяженность охраняемой границы составляет более 300 километров по суше, воде и болотам. Вы видите, что сегодня происходит в мире. И не зря предполагалось демаркировать, защищать именно в этих направлениях нашу государственную границу. Сегодня нет экономической деятельности с Украиной. Есть сегодня защита суверенитета нашей страны. И вы выполняете эту службу с великой честью. Тем, кто с честью дружит и верно Родине служит, сегодня особое внимание. Новые звания, ценные подарки, благодарность от высшего командования и руководства области. Офицеры Беларуси, мы судьбе своей верны. Офицеры Беларуси, мы отечеству нужны. Татьяна Будгусаим, Виталий Борташевич, телерадиокомпания «Брест». Накануне 14 октября в Беларуси отметили праздник тех, кто дарит жизнь – День Матери. Этот осенний праздник – не только отличная возможность собраться в семейном кругу и поздравить дорогих и любимых мам, но и признание на государственном уровне огромной роли женщины в развитии общества. Чествовали мам в эти дни и на уровне местных органов власти. А тем женщинам, которые воспитывают пятеро и более детей, были вручены ордена матери. На торжествах побывали и наши корреспонденты. Многодетность, подвиг или веление сердца – скорее всего, и то, и другое. Ведь воспитывать пять и более детей совсем непросто. Но они справляются и с гордостью несут звание матери-героини. На сегодня только в областном центре таких женщин более пяти тысяч. В этом году почетного звания удостоено почти пятьсот мам. Диана Гарун сама из многодетной семьи, поэтому воспитывать пятерых детей ей не трудно. У моей мамы непростая судьба. Она из многодетной семьи, шесть детей. И нас с сестричкой она воспитывала одна. И, наверное, с детства привила нам любовь к материнству. Мы воспитывались в православии. И когда супругом нас венчал духовный отец, он нам подарил икону царской семьи. Если знаете, на ней изображена датская семья и пять деток. И сказала, чтобы не меньше. Самая многодетная в стране – Брестская область. По состоянию на начало года в регионе насчитывается около 25 тысяч многодетных семей. Из них 78,5% – семьи с тремя детьми. Самые большие многодетные семьи, в которых воспитывается по 12 несовершеннолетних, проживают в Пинском и Ивацевичском районе. На торжествах в Брестском госполкоме 14 мамам жительницы областного центра, которые воспитывают пять и более детей, был вручен орден матери. Мать – это всегда какой-то оберег. Мать – это, наверное, символ какой-то божественности, потому что, когда живая мама, всегда хочется, наверное, сказать самые теплые и добрые слова. Поэтому для нас, кроме этого, в рамках, так скажем, если переводить уже на государство, это некая традиционность в наших пониманиях семейных ценностей, то, что мы сегодня популяризируем, наверное, это подтверждает то, что мы все-таки сильны своими традициями и корнями. Да и социальный пакет для таких семей всегда в сфере внимания исполнительной власти. Квартиры, нуждающимся в улучшении жилищных условий, со слов руководства города, предоставляются в течение года, а детские сады – по месту жительства. У нас получается целая родительская неделя, которая должна, наверное, пройти не только в семьях, но и в целом в нашем городе, в нашем обществе под знаком любви, верности, уважения, уделять внимание детям, воспитывать их, беречь семейный очаг. Честовали мам героини в Брестском районе. Праздник состоялся в районном Доме культуры. Торжества открыла презентация семьи. Родители и дети поделились своими достижениями, рассказали об успехах семьи и наглядно их продемонстрировали. У нас пять детей воспитывается в семье, четыре сына и дочка. Достижения у нас большие, у нас музыкальная семья. Старший сын учился в музыкальной школе, сейчас он учится в Минском Суворовском училище. Имеем несколько благодарностей от различных учебных заведений. Для нас это очень приятно. Высокой наградой ордена матери в канун праздника в Брестском районе были удостоены 10 женщин. День матери – это самый душевный, самый приятный, самый светлый праздник, который есть в нашей стране. И приятно, что с каждым годом количество многодетных семей увеличивается, в том числе и в нашем районе. Я хочу всех мам поздравить с детьми матери. Пожелать, чтобы то, что они отдают детям, та самоотверженность, та бессонные ночи вернулись к ним, крепчайшим здоровьем, удачей, успехов, и чтобы они гордились своими детьми. В Брестском районе на сегодняшний день 1207 многодетных семей. 246 многодетных мам уже награждены орденами матери. Юрий Печер, Анастасия Левкович, Владимир Казаков, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест». Мама – поистине самая святая миссия на земле. Вдвойне свято, когда женщина дарит любовь, заботу и ласку не только родным детям, но и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но благодаря любви не остался одинок. Наши корреспонденты побывали в детском доме семейного типа и познакомились с родителем-воспитателем, профессиональной мамой Галиной Крутель. И узнали, какие ценности она закладывает в своих воспитанников и в чем для нее заключается семейное счастье. За жизнь свою спасибо, я маме говорю, ты лучшая на свете, и я тебя люблю. У Сергея Малицкого в запасе еще много теплых слов для Галины Крутель. Мамой мальчику она стала около восьми лет назад. Именно тогда у него начался новый этап жизни в детском доме семейного типа. Мне здесь классно. Я рада, что я всегда пришел в этот дом. И спасибо маме с папой, что они меня забрали. Я маму люблю за то, что она нас любит, за то, что она нас согревает своим теплом, за то, что она о нас заботится и хочет, чтобы мы никогда не болели. Когда я выросла, я бы тоже хотела такую семью. Родитель-воспитатель – это не только профессия. Галина Крутель отмечает, важно окружить заботы и материнской лаской ребят, которые остались без любви. Сейчас в дружной семье Галины и Ильи Крутель восемь детей. Двое биологических и шесть приемных. С биологическими детьми у тебя есть какая-то связь, которая заложена Богом. А с приемным ребенком вот эту связь надо восстанавливать, прорабатывать. И если у тебя открыто сердце, и у ребенка открывается, вот эта связь тоже налаживается, и ты его тоже чувствуешь как своего. Когда маленький называет тебя мама, это ожидаемо. А когда большой мальчик, казалось бы, что ему, может, не так уже мама нужна. Он говорит, привет, мама. Вот это очень ценно. Девятилетняя Настя в семью попала месяц назад. Сейчас переживает нелегкий период адаптации. Но приемные родители изо всех сил стараются подарить девочке свое тепло. Они уверены, их любви, времени и внутренних ресурсов хватит всем. К слову, Настя и по душе рисование и чтение с мамой любимых книг. Так, где мы с тобой остановились? Моя мама может приготовить любое блюдо. А, кстати, а какое тебе больше будет выбирать? Берее с фрикадельками. Ну, мне тоже нравится. Невероятная поддержка профессиональной мамы супруг Илья. Каждый день и та хрупкая женщина чувствует в нем единомышленника и опору. Благодаря мужу все проблемы и тревоги уходят на второй план. Спасибо Богу за такую прекрасную жену. Это первое, что хочу сказать. У меня она, знаете, пойти на такой путь, и каждая мама согласится. Она все умеет. Ну, в первую очередь, я думаю, что если нет любви внутри, ты не сможешь достичь остального без любви. А вот и моя же любимая жена Галя, она это дает, и это мы все впитываем и стараемся этим тоже делиться. В каждом ребенке родители открывают таланты и способности. Кто-то занимается академической греблей, у кого-то музыкальные и художественные предпочтения. По воскресеньям постигают азы православной культуры. А главное, что отличает семью, крутили, это дружба. Здесь дети не делятся на родных и приемных. Сама же Галина признается, всю энергию черпает от детей. Именно они ее источник вдохновения. А она, в свою очередь, всегда поймет, простит, пожалеет и будет любить, несмотря ни на что. Я хочу пожелать своей любимой жене в преддверии праздника быть всегда такой же жизнерадостной, любимой, ценной. Мы ее очень любим и будем ее всегда оберегать, ценить и любить. Как быть счастливым? Наша героиня знает ответ на этот вопрос из опыта семейной жизни и счастья в детях. Юлия Селюк, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Мама и мир. Два слова, неотделимые друг от друга. О мире и как его сберечь активно говорили во время первого областного слета школ мира. Он состоялся на этой неделе в Кобринском районе и объединил более сотни участников. Торжественное открытие слета состоялось в детском реабилитационно-здоровительном центре «Колос». Наша съемочная группа узнала, чем занимаются школы с почетным статусом и как выглядит общее полотнище мира юных миротворцев региона. Проект «Сеть школ мира в Беларуси» создан по инициативе Белорусского фонда мира при поддержке Министерства образования страны. Это одна из инновационных форм внеклассной и внешкольной работы, которая воспитывает детей и молодежь на принципах мира, дружбы, взаимопонимания и согласия. Как в стране, так и на международной арене. В регионе 28 учебных заведений имеют почетный статус школ мира. Ребята встречаются на общих проектах, викторинах, конкурсах. Большим праздником стал первый областной слет единомышленников. Буквально с первого дня вступления, получая статус школы мира, они нарабатывают очень интересные проекты, формы работы. В последнее время развивается тесное сотрудничество, и это правильно, между школами мира. Есть, ну, настоящее, я бы сказала, единство. Сегодняшний слет подтверждение, конечно, этому. Сохранение исторической памяти, воспитание в традиционных ценностях и помощь нуждающимся. У каждой школы мира есть свои уникальные проекты. У нас в школе создана экспозиция, посвященная генетическому белорусскому народу. Мы должны помнить и чтить память о погибших героях войны, чтобы в настоящее время этого не произошло ни в коем случае. Вообще у нас очень много всяких проектов, которые мы делаем. Вот, недавно у нас прошел проект «Добро в ладошках». Мы устроили ярмарку на вырученные деньги. Мы поехали в дом сестринской помощи. У нас есть главная, мирная, красивая, независимая страна. Так давайте же будем ценить и понимать, что каждый из нас может здесь сделать очень многое для нашей страны. Общее полотнище мира юных миротворцев Брестской области – символ единства в достижении созидательных задач. Именно патриотическое воспитание, именно традиции, которые мы должны сохранить, ребята должны это передать своим же одноклассникам. Рассказывать в каждом регионе, в своем регионе, о том, чем они занимаются, как они это делают. Для того, чтобы статус школы мира, как можно больше учреждений у нас было в Брестской области. На торжественной линейке первого слета школ мира Брестской области особо подчеркнули – мир – основа жизни и общее дело всех граждан страны. Очень важно в этом раннем возрасте, на маленьких наших юных детей, ребят, доносить, что мир – это самое ценное в нашей жизни. Чтобы они понимали, какой ценой этот мир достался нам. Из поколений в поколение передавался. И они сегодня живут на такой прекрасной, мирной, красивой нашей стране. И ценить этот мир они должны с самого раннего детского возраста. Проект «Сеть школ мира в Беларуси» продолжает развиваться. В Брестской области сейчас готовятся к получению почетного статуса «Школа мира» и еще несколько учреждений образования. В том числе средняя школа номер 3 «Ватцевичи» и Каменецкая гимназия. Вероника Яковец, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест». И в завершении выпуска о спорте накануне в Бресте состоялись финальные соревнования областной спартакиады «Вертикаль». Среди работников исполнительных и распорядительных органов власти. Команды облсполкома Игор Рай и сполкома встретились на спортивных площадках областного центра, чтобы в очередной раз доказать – спорт и власть дружат. За спортивными баталиями наблюдала наша съемочная группа. Более 200 участников со всей Брестской области боролись за победу в различных видах спорта на спартакиаде «Вертикаль» среди сотрудников исполнительных и распорядительных органов власти. В ходе финалов выявили лучших в полевой стрельбе, дартсе, мини-футболе, баскетболе, волейболе и не только. Среди участников и руководство Брестского облсполкома. В здоровом теле здоровый дух, а управление требует ясности разума и твердой руки. Спорт в этом лучший помощник. И даже когда эмоции захлестывают, участники уверены – состязания объединяют и закаляют. Своим примером для нашего населения, что надо заниматься здоровым образом жизни. Спорт может быть как профессиональный, так же, конечно же, и любительский. Я уверен, что прежде всего такие мероприятия позволят нам еще более объединиться. По возможности мы готовились максимально, конечно, по всем видам спорта. Мы будем представлены везде. Команда облсполкома готова показать высокий результат, потому что мы первый регион и должны своим регионам, районам показывать примером, как надо завоевывать на пятистале первые и, конечно, вторые и третьи места. Командный дух и чувство локтя – основа состязаний представителей власти. Олимпийский принцип – главное не победа, а участие свято соблюдается. Если в бросках дротиков важна личная меткость, то уже в командных видах спорта победа достигается общими усилиями. Я очень рада, что мы второе место в баскетболе сделали дубль. Плюс ко всему, в прошлом году мы были седьмые, в этом году мы вторые. Эмоции переполняют. На самом деле у меня дрожат руки, ноги. Я просто класс. Спасибо организаторам. Молодцы. Эти соревнования сближают людей, коллективы и помогают в дальнейшей работе. Уже два года подряд удачно это баскетбол. Выступили мы хорошо, завоевали первое место. Но хочется поблагодарить организаторам. Вся вертикаль прошла просто на одном дыхании. Десятки индивидуальных и командных номинаций выявили сильнейших. У команды Брестского горосполкома пять вторых мест. Серебро также в индивидуальных зачетах по шашкам, дарцу и мини-футболу с баскетболом. В общекомандном зачете места распределились следующим образом. Высшую награду завоевали представители Брестского горосполкома, показав мощь первого региона. Второе место у команды Столинского райисполкома. Замкнул тройку сильнейших Пружанский райисполком. Очень тяжелые были соревнования, очень серьезная конкуренция. Но мы выиграли. Спасибо всем участникам. Очень прекрасная атмосфера, очень хорошие зрители, очень хорошее соревнование. И я считаю, что на самом деле с каждым годом наша вертикаль становится все сильнее, крепче и лучше. Но Пружаны всегда поддерживаю, но не уступаю. Мы боремся. Все участники старались проявить себя, доказать, что подготовка не прошла даром, а спартакиада вертикаль, тем временем второй год подряд после некоторого перерыва становится важным объединяющим спортивным событием. И подтверждает, что время для спорта нужно находить всегда. На этом наш выпуск завершен. Мы вам желаем приятного продолжения воскресного вечера. А служба новостей телерадиокомпании «Брест» продолжит свою работу и в течение недели будет вас знакомить с самой актуальной информацией в регионе. Мы же традиционно встретимся ровно через 7 дней на телеканале «Беларусь-4 Брест» и обязательно подведем итоги. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова